Как известно, Алтай занимает особое место на археологической карте мира. Здесь из года в год работают археологи из разных стран. Здесь завидным постоянством совершаются научные открытия и фиксируются уникальные находки. Здесь находятся всемирно известные памятники. Алтайских археологов знают и уважают во всем мире. О завершившемся археологическом сезоне, его особенностях и итогах, о научных проектах и планах алтайских археологов поговорим сегодня. Это программа «Ваша партия» и я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях мои старые добрые знакомые, известные алтайские ученые-археологи. И с удовольствием их представлю. Это Алексей Тишкин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета, известный в России и в мире алтайский археолог. Алексей Алексеевич, рад вас видеть. Спасибо, что пришли в столь трудное время. Сергей Грушин, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета. Сергей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. И Николай Серегин, доктор исторических наук, заместитель проректора по научному и инновационному развитию Алтайского государственного университета. Николай Николаевич, приветствую. Ну, господа, в чем особенности нынешнего сезона? Они наверняка были. И как повлиял коронавирус на работу алтайских археологов в этом году? Пришлось ли как-то корректировать планы вот этой работы? Ну, Алексей Алексеевич, вам, как говорится, карты в руки. Ну, конечно, были определенные трудности, были проблемы. И сейчас уже, оглядываясь назад, мы можем сказать, что частично мы их преодолели. Ну, вот коллеги более подробно расскажут о своих работах. В общем, минимум, планировавшийся минимум работ выполнили. Конечно, у нас не была реализована традиционная археологическая практика для студентов в полевом формате. Это было, расходило все дистантно, в большом объеме, естественно. Не почувствовали впервые за многие годы студенты университета... Это огромная потеря вообще, я думаю, для студентов. Не почувствовали вкус археологической практики, которая объединяет, которая, собственно говоря, дает возможность по-другому воспринимать мир. Это самые яркие воспоминания вообще студенческих лет. Конечно. Вспоминаю до сих пор. Большая проблема возникла у нас с зарубежными экспедициями. Ни одна из них не была реализована. Правда, мы попытались с нашими монгольскими коллегами работать дистанционно. И часть запланированного проекта связана особенно с выполнением работ в рамках Российского научного фонда. И в рамках мероприятий с нашим постоянным партнером Музеем и Институтом Семьи Рериха из Санкт-Петербурга нам все-таки удалось небольшие объемы освоить. Но в целом я хочу сказать, что сезон, в принципе, прошел удачно. Есть и замечательные находки, и научные результаты, они имеют свое значение. Работы выполнялись как в рамках проводимых научных проектов. Я вот упомянул Российский научный фонд. У нас целый ряд есть проектов. Так и в рамках выполнения хоздоговорных работ. То есть и гранты, и научные гранты, и хоздоговорные, это когда с организацией и предприятиями вы по договорам работаете, осуществляете какие-то... Поэтому я бы в целом оценил положительно состоявшийся сезон. Конечно, могло быть и хуже, но тем не менее, вот летом нам все-таки удалось... Все живы, здоровы, никто не заболел, все нормально, слава богу. Да, ну естественно, были предприняты все соответствующие меры. Экспедиции не были большими, то есть они выезжали оптимальными группами, естественно, соблюдая все правила безопасности в столь сложное время. Ну, господа, расскажите, вы, насколько я знаю, на разных площадках работали, да, в разных территориях края или за его... Только на территории края, да? В основном. Ну, расскажите, пожалуйста, давайте с вас начнем. Ну, в этом году мы провели работы в Черышском районе Алтайского края, это в районе села Сентилек. Наша экспедиция работала, речка Теплая, в месте впадения этой реки в Черыш на левом берегу. В географическом отношении это горный Алтай и горные ландшафты. Памятник называется Усть Теплая, это могильник разновременный. На этом памятнике известны захоронения, курганные захоронения, начиная с эпохи Энеолита, это четвертое тысячелетие до нашей эры. Вот в горах сложнее копать, чем, к примеру, в степи. Есть какая-то специфика, а вы, наверное, в степи как раз, да? Нет, как раз в горах. Тоже в горах, да? На самом деле, везде есть своя специфика. Поэтому мне просто интересно. Безусловно, поскольку ландшафт определяет и стратегию организации экспедиции, подбор кадров, выбор методики. Там тяжелее, нет, просто если сравнивать, в степи все-таки полегче или в горах потяжелее. Я бы так не сказал. Но вот как вы объясните человеку, где ему легче жить, в горах или в степи? В горах, мне кажется, все равно как-то есть. А степняк вам скажет, нет, нет, я туда не пойду, я буду жить в степи. Горы разные тоже. Горы разные и люди разные, население разное. Что нашли интересного? Всегда мы сейчас смеялись перед началом записи о том, что первый вопрос всегда на таком обывательском. Золото нашли, золото нашли. Есть у нас анекдот, мы работали много лет в Олейском районе, и к нам приехали журналисты снять небольшой репортаж по поводу наших раскопок. И молоденькая журналистка начинающая, она вот тоже спрашивает у меня, а что вы нашли? Я ей объясняю, мы нашли наконечники стрел, каменные, орудия труда, керамическую посуду. Ну, это понятно-понятно, а что интересного-то, понимаете? Ну, такая байка ходит. На самом деле, для археолога найти золото – это не самое важное. Это такое обывательское отношение к археологии. Я с точки зрения обывателя в данном случае… Наверное Голливудом и кинематографом. Сокровище Шлимана там и все прочее. На самом деле важнее найти достаточно банальную вещь, которая несет что-то новое. Может перевернуть вообще наши представления о прошлом, на самом деле. Совершенно верно. Незрачная какая-то штучка, может быть керамическая или костяная, я не знаю, из металла и так далее. А на самом деле, вот эта незрачная штука может действительно все поставить с ног на голову. Так вот, в этом году мы работали на могильнике у Степла, и мы исследовали два захоронения пазырикской культуры. Это примерно что-то и третье века до нашей эры. И в одном захоронении нашли очень богатый инвентарь, комплекс. И в частности, бронзовую гривну – это ношейное украшение, которое в погребении. Она была обернута золотой фольгой. И вот интересные детали. Было понятно, что в древности этот предмет лопнул, сломался, но древние люди его починили. То есть, они выстрогали небольшую деревянную палочку и вставили внутрь, соединив концы этой гривны. И положили в погребение. Это вот эти самые знаменитые пазырикские курганы, да? Совершенно верно. Вот Чижижский район, он географически как бы относится к горному Алтаю. И мы исследуем так, северную периферию распространения пазырикской культуры, которая заходила в Алтайский край. Кроме этого, мы нашли прекрасные образцы, остатки от головного убора, который представлял из собой такой коносовидный головной убор. Навершие было оформлено в виде фигурки оленя. Это женское, мужское? Мужское захоронение. Значит, олень был изготовлен из золотой фольги. И по бокам этого головного убора еще было обнаружено 8 предметов. Это, по-моему, большая удача. 8 предметов из золотых орлов. Да, это уже системная находка, которая дополняет. Если раньше в основном находили головные уборы женские, да, и там много было действительно всяких специфических моментов, связанных с париком, изготовлением парика и так далее. Вот, то здесь мы дело имеем с мужским головным убором, который довольно неплохо сохранился археологически, который позволяет восстановить облик головного убора. Я хочу сказать, что, конечно, золото, это, так сказать, громко сказано, потому что все эти золотинки, это как конфетная фольга. Не важно, не важно. Очень тоненько сделано. Главное, что блестит. Да, главное, что блестит. Но это искусство, конечно, но поразительно, потому что основа была сделана из дерева или из металла, а потом сверху накатана вот эта золотая фольга, вбита. И она сохранила, самое главное, образы, то есть это мифологемы определенные. То есть головной убор не просто это какой-то там повседневный, да, то есть это, в общем-то, знаковый, сакральный такой знак, который имеет определенную систему, да, Сергей Петрович как раз об этом сказал, связанный с верхним миром. Там горные, там, козел, да эти орлы и так далее. То есть это мифология. Часть мифологии. Конечно, это часть мифологии. Михаил Ильич, ну давайте вы, наверное, расскажите. Я, вы знаете, уверенно скажу, что в горах лучше работать. Конечно, это субъективно, безусловно, но вот мы себе выбрали такое, если так можно сказать, очень удачное место для работы. Мы имеем такую возможность, это Чемальский район, куда сейчас, в принципе, последние годы огромный поток туристов направлен. И работаем там уже системно, шестой год, раскапываем некрополь, который, даже погребально-поминальный комплекс, который демонстрирует историю Алтая на протяжении практически всех периодов. Вот Медно-Каменного века, это порядка пяти тысяч лет назад, и до раннего Средневековья, это около полутора тысяч лет назад. И, конечно, нам очень важно проследить всю структуру этого памятника, на основе которого мы можем, по сути, всю эту историю и реконструировать. И в этом году тоже нам, несмотря на некоторые ограничения объемов, которые, безусловно, пришлось сделать, как сказать, все... Объемы, ограничения объемов связаны с сокращением численности работы. Конечно, конечно. Работа археологов, в основном, ручная, чтобы это было понятно, никакой техники, ну, такой вот серьезной, там, как правило, нет. Вообще никакой техники. Лопата, щеточка, совочек там или что. Да, техника здесь не может быть применена, в любом случае, потому что мы очень тщательно работаем. Надо понимать, что археологи как саперы действуют. То есть, никто после нас уже объект этот не раскопает, к сожалению. Только вот мы можем получить этот источник и делаем это наиболее качественно, максимально качественно, насколько возможно. Нам, несмотря на это ограничение объемов, скажем так, повезло, мы получили очень яркие материалы, которые, с одной стороны, демонстрируют начало вот этой кочевой цивилизации на Алтае. Это так называемое Ранискифское или Аржано-Маймирское время. И, с другой стороны, были получены материалы, которые относятся к такому кульминационному периоду в истории и Алтае, и всей Центральной Азии. Это эпоха первого тюркского каганата, середина первого тысячелетия нашей эры. В частности, вот одна из таких ярких находок. Мы исследовали поминальный объект, рядом с которым, по сути, в первоначальном положении было обнаружено тюркское изваяние. С изображением человека того времени. То есть, мы, исследуя этот объект, можем представить, как люди и выглядели отчасти, и как они воспринимали себя. И это, конечно, важная часть мировоззрения. Причем, это не просто период какой-то из периодов истории Алтая. Надо понимать, что, по сути, Алтай в это время, в каком-то таком полном смысле слова, стал центром централазиатского мира кочевого. А это были империи, которые простирались на огромное пространство, по сути, от Байкала на востоке. А это, когда я начал нашу программу, я говорил об особом месте Алтая на археологической карте мира. Это, по-моему, не просто такие громкие слова, не для красного словца, а действительно. Ведь сколько лет уже ведут раскопки не только наши алтайские археологи, а коллеги из Новосибирска, из Института археологии. И, тем не менее, находки не иссякают, и каждый год в эту копилку, так сказать, добавляются новые какие-то артефакты исторические. Да, Алтай – это археологическая. Еще работать и работать, да, на самом деле? Алтай – это, в общем-то, конечно, археологическая эльдорадо, и я могу в этом точно сказать, потому что удалось поработать в разных местах. Ты по всему миру работал, Алексей Алексеевич? Да, было в Китае, в Монголии, да, в России. Да, было время, ну, естественно, у каждого есть свои преимущества, но Алтай… Ну, сравнивать сложно, это понятно, что везде свои особенности. Просто возвращаясь, где работать легче в горах или в степи, потому что мне приходилось работать и там, и там. И я думаю, что работать надо и там, и в степях, и в горном Алтае. Дело в том, что процессы исторические, которые происходили в горах Алтае и в лесостепном Алтае, они разные, они немножко асинхронные, вот, они влияли друг на друга. Но они дают нам как раз именно для археологов вот определенные знания. Общую картину позволяют создавать, да? Построить этнокультурную картину. Мы только сейчас приходим к тому, чтобы восстановить в общих чертах эту этнокультурную картину, начиная с глубокой древности и заканчивая там поздним средневекованием. В прошлом году вышла история Алтая, первый том. Вот, я как раз хотел… Да, где там, вот мы подвели, иначе мы раньше не могли это сделать. То есть, огромный, конечно, конгломерат уже материалов и серьезные исследования, которые провели не только барнаульские археологи. Об этом издании. Для вас, для алтайских археологов, для алтайской исторической науки, это, по-моему, очень серьезный такой этап вообще, выход вот этого трехтомника. Ну, а для вас, для археологов, первый том, Алексей Алексеевич, вы, по-моему, редактировали как раз первый том, отвечали за, так сказать, содержательную часть. Расскажите, это же определенный этап вообще, как реперная точка, я бы так сказал, да? То есть, это подведение неких итогов работы не только вас, а ваших предшественников всей исторической науки, вот, о древнем Алтае, да, я так понимаю? Да, я хочу сказать, что издание-то научно-популярное, оно как раз именно рассчитано не только сугубо на ученых, на исследователей, но и, в принципе… Ну, сейчас, наверное, иначе и нельзя. На всех. Это был заказ, это был заказ по программе губернатора, мы издавали эту книгу. Правительственный, так скажем, заказ. Это был серьезный заказ, на котором работала в основном специалисты нашей кафедры, кафедры археологии, этнографии, музеологии, привлеченные специалисты, в том числе, из Института археологии и этнографии Сибирского отделения наук. Конечно, это и реализация наших возможностей очень качественно издана, причем первый тираж разошелся буквально мгновенно, и пришлось Министерству культуры заказывать второй тираж, причем не менее, в таком же объеме. Ну, господа, все участвовали, наверное, так или иначе, я так понимаю. Все участвовали, все какие-то свои разделы готовили. И, естественно, я думаю, что это не только итог, но и это еще, собственно говоря, перспектива. Мы теперь прекрасно понимаем и видим, где у нас есть пробелы, где нам сосредоточить свои усилия, чтобы дать более развернутую детальную программу своих работ. И возможности для этого есть. И вот уже сейчас то, что сделано, оно как раз идет уже в копилку дальнейших исследований, дальнейших научных программ. Я думаю, что вот это издание, конечно, вносит серьезный вклад, и здесь коллеги все поработали. Очень трудно было перевести язык археологический, научный, вот в такой доступный, популярный. Поэтому и потребовались карты, визуализация, там цветные фотографии. Вот, замечательные находки. Конечно, в этом плане сразу коллеги заинтересовались. Первые отреагировали наши китайские коллеги. Они говорят, это то, что мы ждали. И внимательно следят за вами. Алексей Алексеевич, за вами внимательно следят китайские коллеги. Так, они сразу предложили проект перевода нашего тома, значит, на китайский язык, и уже эта работа проводится. Это здорово. Да, и уже прошла первая такая вот редактура. То есть, я думаю, что эта книга будет издана. Она привлекла внимание и цветом, потому что она красная такая, вот, поэтому... Будет научный бестселлер, да, как говорится? Да, ну, не только, конечно, китайские коллеги интересуются. Сейчас большой интерес и западных, и американских коллег к Алтаю. Считается, что Алтай, по одной из версий, что это колыбель нашей цивилизации вообще, да? Ну, мы не будем вдаваться в детали, но отрицать ее не будем. Но то, что действительно Алтай имеет важное значение в изучении истории, это несомненно. Вот, тем более, сейчас университет в этом плане довольно сильно себя позиционирует, потому что целый ряд проектов, связанных с изучением археологии Алтая, реализуется, внедряется и расширяется. Вы имеете в виду, совместные какие-то проекты зарубежные? Да, вот Николай Николаевич может рассказать более подробно. Николай Николаевич, давайте, вот, понятно, что нынешняя ситуация, достаточно сложная с коронавирусом, наверное, сказалась как-то и на научных связях, да, с учеными из других зарубежных стран. Ну, в первую очередь, наверное, мы здесь связаны больше с азиатскими, да, с восточным направлением Китая, Монголия, Южная Корея, наверное, Япония и так далее. То есть, вот эти вот страны. Как вообще вот эта вот вся беда, как повлияла на вот проекты, какие-то планы совместных работ и так далее? Расскажите. Ну, и, может быть, Сергей Петрович, что же добавите? Ну, отчасти, конечно, мы вынуждены были притормозить все процессы, но и надо сказать, что векторы у нас совершенно разные и не только азиатские. То есть, мы очень активно работаем и с Западной Европой, и с Соединёнными Штатами Америки, исследователями, с разных, причём в том числе ведущих исследовательских центров, в том числе Гарвард, допустим, да, у нас много тоже контактов с ними. Продолжаем все проекты, которые начаты, планируем новые. Безусловно, мы, прежде всего, перешли в дистант, точно так же, как и везде это пришлось сделать. Но, тем не менее, я не могу сказать, что мы приостановили работы, продолжаем публиковать совместные статьи, продолжаем работать над планами каких-то полевых исследований. Алексеевич в начале нашего разговора сказал, что, несмотря на то, что мы совместные полевые работы не смогли провести, допустим, в Монголии, но, тем не менее, мы смогли организовать их дистанционно, и наши монгольские коллеги отчасти реализовали те самые совместные планы, которые мы проводили. На самом деле, сейчас, благодаря всем техническим возможностям, очень много получается сделать дистанционно, и, конечно, существуют сложности, в том числе, допустим, с лабораторными какими-то исследованиями, это безусловно. Но, тем не менее, я не могу сказать, что мы прям серьезно сейчас пострадали от этого момента. Дай бог, это не продлится долго, и тогда, в принципе, последствия мы, может быть, даже и не ощутим. Но, безусловно, планов очень много. Ну, здесь можно добавить, я вот последние несколько лет работаю в Туркмении, в пустыне Каракумов, мы исследуем памятник Бронзового века, и, безусловно, отсутствие физической возможности участвовать в экспедиции, в раскопках, это большой удар для археологов, поскольку работа в поле, это вот та основа, которая... Дистанк для археологов, я понимаю, о чем вы говорите, но вот объясните обычному человеку, а как можно вообще археологу, как раскопки в дистанционном формате, что ли? То есть, безусловно, это, ну, серьезный, прежде всего, психологический удар для археолога, не иметь возможности попасть на памятник, который исследуешь много-много лет. С вами на прошлой встрече говорили, и вот сейчас вы сказали о том, что, ну, в силу объективных обстоятельств, интенсивность археологических исследований в этом году, ну, она несколько снизила. А может быть, повысили активность свои у черной археологи, это настоящая беда, насколько я знаю, да, вот эти вот кабаны? Да, это серьезная проблема. Как эту проблему решаете, насколько она остра, вот, например, в Алтайском крае? Вот, да, до недавнего времени, в общем-то, как бы эта тема не возникала у нас серьезным образом, но вот с каждым годом действительно эта проблема обостряется, активизируется. У нас ежегодно проходит конференция, вот, посвященная сохранению и изучению культурного наследия Алтайского края, и вот уже несколько лет подряд эта тема обсуждается, потому что урон черных копателей наносят серьезный, вот, и сейчас, в общем-то, прецеденты вот таких незаконных раскопок, они уже достигли определенного максимума, да, потому что с металлоискателями, в общем, любить... Вот, проблема стала заключаться в том, что поверхностный слой уже металлоискателями, уже, так сказать, обследован, уже вытащены многие вещи, и сейчас уже черные копатели действительно стали копать, не просто копать, а привлекать тяжелую технику, сносят верхние культурные слои. Да, такие прецеденты есть, и в этом плане... Например, у нас, где вот, ну, несколько вот мест назовите, где вот вы с этим сталкивались? Буквально там, я не знаю, вот, в Олейском районе, неподалеку, да, село Большепанюшово, там наши коллеги, значит, по борьбе с черными копателями, сотрудники ФСБ, в общем-то, ну, как говорится, накрыли группу... То есть, это ОПГ, организованная преступная группа, в общем, это же преступление, да? Да, это преступление, потому что это была действительно группа людей, которые вместе с металлоискателем занимались незаконами. А вы-то с ними сталкивались, может быть, кто-то за руку ловил, не обязательно, может, бульдозер, может, просто лопатой сидят, где-то копают, знают, где-то... Ну, мы безусловно... Вы там разведку провели, они посмотрели там, понаблюдали за вами... Мы, безусловно, с этим сталкиваемся, поскольку работаем в поле... Что это за люди вообще? Кто это? Молодежь или кто это такие? Мне просто интересно. На самом деле, эти люди, которые занимаются, они занимаются этим очень давно, и, как правило, они подготовлены... Почти профессионалы, да? Не только технические металлоискатели и так далее, они изучают научную литературу, они изучают, в том числе, и наши публикации, они анализируют, где места, где можно наиболее поживиться, да, археологией. Поэтому эти люди, безусловно... А что они, условно говоря, ну, что можно найти? Вот нашли, что они нашли, и что они с этим будут делать? Не столько здесь, понимаете, проблема в том, что черные копатели, мы их археологами не называем, поскольку это тень отбразывает на нашу профессию. Вы тут и не называли их такими. Да, черные копатели, они наносят вред, прежде всего, историческому наследию. Вред на понятие, на что они с этим делают, то есть, ради чего они копают? Просто для себя, либо продавали. Это, понимаете, это коллекционирование. Это черный рынок... Это жажда, жажда, наживы с одной стороны. Наживы, как нажиться на этом можно? Значит, ну, одна из категорий, то есть, сначала, с чего начинали черные... Ладно, золото, но золото, там, условно, так редко попадается, это не так часто. Но есть черный рынок вещей археологических, где каждый предмет... То есть, он есть, да? Абсолютно нет материальной ценности, то есть, они часто даже об этом не задумываются. Есть люди, мы работаем рядом с дорогой, допустим, и вот эти те самые черные копатели, они, конечно, это не сразу афишируют, но подъезжают к нам, спрашивают, что мы здесь делаем, уточняют и так далее. И мы в разговоре выясняем, бывает, что вот они ходят с металлоискателем, и некоторые, ну, некоторые придумывают, некоторые даже, на самом деле, не подозревают, что это очень плохо. Здесь мы должны им объяснять, почему это плохо. Не только потому, что он дырку сделал, да, в земле. Здесь в этом-то плохого нет. Нет, понимаете, то есть, надо объяснить, что он уничтожает археологический памятник. То есть, где-то, условно говоря, в интернете, на закрытых чатах групп выкладывают, вот есть такая цена такая, да, то есть, много, да? Да, вот буквально недавно на аукционе предложили продавать топор, бронзовый топор, который найден на территории Алтайского края. Это артефакт, это, естественно, да. Ну, понимаете, даже не в, вот Сергей Петрович, мысли это он начинал, дело в том, что не в том проблема, что они там ищут и что-то продают, проблема в том, что они разрушают археологический памятник, понимаете? Это самое важное. Вот, это самое важное. Дело в том, что сама по себе вещь никакой ценности не представляет. Материальной. Она, ну что, ну, нашли такого. Как часть комплекса какого-то, да, как исторический источник. Вот стоимость там того же бронзового топора, это примерно столько, сколько стоит, да, цвет мет. Вот, вот примерно, да, стоимость, да. Вам ФСБ помогает, я так понимаю. Естественно, да, мы им помогаем, и мы им помогаем, и они, и, да, и... Без работы, если что, не останетесь, я так понимаю, ни они, ни вы, да? И я бы отметил, что такая работа активизировалась и привлекаются специалисты, да, и это, в общем-то, я думаю, что позитивный момент, особенно в нашем регионе. Здесь нужно отметить серьезные подвижки в том, что мы не только там нашли общий язык, да, потому что это, в принципе, они занимаются, собственно говоря, сохранением культурного наследия. Что такое культурное наследие? Оно имеет такую же ценность, как газ, извините, уголь и природные богатства. Это приличная стоимость, это огромная стоимость, вот, этих культурных ценностей. И не зря сейчас идет огромная большая программа, да, учета всех музейных коллекций, потому что они все имеют ценность. Контроль за ними очень слабенький был, да. Не только контроль, не только контроль нужен, но и государство должно понимать, какой ценностью он обладает. Это же не только, опять же, физическая там или какая-то ценность, это, опять же, еще и культурная ценность, это политическая ценность, потому что многие археологические находки определяют легитимность нашего государства, да, право на ту территорию, на которой мы сейчас живем. То есть, это большая такая проблема, она обострилась последние годы. В интернете очень много даже таких сюжетов заманух, да, там, мы нашли клад, там, и так далее, и тому подобное. Это фишируется, это подается. На самом деле, конечно, работа должна проводиться серьезно, системно, и здесь подключаться должны быть не только там археологи, хотя это не наше дело абсолютно, но и определенные. У нас есть управление по охране культурного наследия в крае, да, это вот их непосредственно, как бы, деятельность. Хотелось бы и вам, коллеге тоже, и Николаю Николаевичу Сергею Петровичу пожелать, чтобы все ваши планы, невзирая на все трудности внешние, я думаю, в будущем году еще вот эти обстоятельства будут каким-то образом влиять на нашу жизнь, но тем не менее, чтобы все планы ваши осуществились, и, ну, чтобы были какие-то результаты. Ну, может быть, и золото найдете, не найдете, так тоже хорошо. Хорошо, спасибо, господа, за то, что пришли, рассказали о своей работе в этом трудном году. Напомню, что мы разговаривали с ведущими алтайскими археологами, очень надеюсь, что будущий год будет более комфортным для работы и удачным в плане научных успехов и достижений. Всем здоровья и удачи, уважайте, берегите наше прошлое, не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго, встретимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok